Финансирование Дорожного фонда Саратовской области сократится на миллиард. Об этом рассказали специалисты на очередном последнем в этом году заседании регионального парламента. Депутаты рассмотрели ряд поправок в бюджет уходящего года и изменения в бюджете следующего. Подробности в материале программы. На последнем в уходящем году заседании областной думы обсуждают налоговый маневр, который совершили в федеральном центре. Он лишает Саратовский Дорожный фонд миллиарда рублей. Зато при уменьшении финансирования на дороге увеличатся средства на обеспечение детей-инвалидов лекарствами. В федеральном центре помогли и перекредитоваться. Из федерального бюджета мы также получили бюджетный кредит 3,1 млрд, который направлен на погашение банковских кредитов. И в целом с привлечением собственных средств мы закрыли их на 3,8 млрд. Это значительная сумма и порядка 90 млн у нас получилась экономия. А вот в следующем году придется еще ту же затянуть пояса. Параметры бюджета на ближайшие три года придется ужесточить, чтобы выйти на бездефицитный показатель. По доведению бюджета региона в 2016 году до уровня бездефицитного. Вот в связи с этим мы пересмотрели параметры 2015 года, 2016 и 2017 годов. Ну, откровенно скажу, что это ужесточает параметры бюджета 2015 года. Обсудив бюджет, перешли к вопросам ЖКХ. Новый нормативный акт, разработанный парламентариями, позволяет предоставлять жилые помещения в наем нуждающимся гражданам. Государство представит застройщику поблажки, а он, в свою очередь, обязуется построить дом, квартиры в котором будут предоставлены только для найма. Сейчас нужно определить, кто попадет в категорию нуждающихся. Вот эта вот категория, кто, а, с одной стороны, не может быть малоимущим, с другой стороны, не может пока приобрести квартиру, вот ее надо сделать так, чтобы, с одной стороны, не было роста очереди на представление жилья социального использования, с другой стороны, чтобы мы могли действительно в каком-то этапе на ближайшие 5-10 лет как-то решить более эффективно вот эту проблему. Ну, кто это? Это молодые семьи прежде всего. Нужна помощь и поставщикам молока, решили парламентарии. Депутаты подписали обращение к министру сельского хозяйства России, в котором предлагают выделять субсидии на возмещение части затрат производителям молока. 60 с лишним процентов молока мы получаем на переработку от частного сектора, а 40 получаем только от предприятий. Создается вопрос, как будут дальше развиваться частые хозяйства, если мы их не будем поддерживать. Урегулировали на заседании Думы вопрос относительно предоставления льгот на уплату транспортного налога для многодетных семей. Теперь право на преференции имеют оба родителя, а не тот, на которого оформлено удостоверение многодетной семьи. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.